Звуки скрипки среди руин. Посреди огромного мистического зала маленький музыкант играет романс Генрика Винявского, который преподавал здесь 150 лет назад. Словно призрак консерватории, который предстоит возрождение. Это самая масштабная реконструкция здания за всю историю. Демонтированы балконы, которые будут восстановлены. Здесь будет два балкона в этом объеме. Также готовится портер для посетителей. Здесь будет порядка тысяч посадочных мест. Нам удалось получить эскизы этого зала. Вот как он будет выглядеть после реставрации. Исторический цвет стен, портер, но современная начинка, которая соответствует требованиям музыкантов 21 века. Появятся и совершенно новые пространства. Во внутреннем дворе идут работы. Здесь будет зона отдыха для педагогов и студентов. Двор перекроют куполом и построят новые этажи. Здесь будет несколько перекрытий, несколько яруцов. И сверху будет стеклянный купол. Раз, два, три. Четыре этажа, да? Да, появятся дополнительно четыре этажа. Консерватории всегда не хватало классов. Групповые занятия – исключение. Большинство – один на один с педагогом. Музыканты – штучный товар. Борьба за кабинеты начинается с 7 утра, а вечером о закрытии здания приходится объявлять по громкоговорителю. Если не успеть после 7, то все, классов не будет. Обычно люди приходят, берут ключи и занимаются до тех пор, пока их не выгонят. Без 15.10 или полдесятого объявляют, что конец дня, просим всех покинуть помещение, скоро закрывается. Ну, естественно, произведение еще не дорепетировано, нужно быстренько это делать. Занимаешь, занимаешь, после 15 минут, потом приходит вахтер, ругает нас. В новый корпус перенесли историческую мебель времен ректора Александра Глазунова. Сидя на потертом кожаном диване своих великих предшественников, нынешний ректор Алексей Васильев размышляет о развитии вуза. А на досуге руководит еще и собственной группой – меломаны. Играет на бас-гитаре, пишет стихи и поет. Я не выдержу этого дождя, потому что он и напомнить может пройти. Живя на стыке классики и рок-н-ролла, ректор мечтает дополнить основную программу новыми направлениями, которых, по его мнению, не хватает вузу. Может быть, такие жанры, как джаз, например, или мюзикл, может быть, пора консерватории внести какой-то вклад, потому что, ну, например, композиторская школа, она сегодня обязана быть современной для того, чтобы быть востребованной. Она не может оставаться строго в классических рамках. Ей надо как-то развиваться. О расширении программы более предметно будут думать уже после окончания реконструкции, года через два. Сейчас строители занимаются фасадом, чтобы успеть до холодов. Внутри уже избавились от переделок советских лет. Вернули овальную форму окнам и простор старинным залам. Воссоздали помещение храма, которое было поделено на несколько этажей. До недавнего времени тут были классы. Здесь в помещении бывшей домовой церкви очень хорошо видны следы советской эпохи. То, что осталось от старых перегородок и веселенькие обои в цветочек, которые поклеили прямо поверх исторической росписи. Главное украшение зала Глазунова. Орган скрывает саркофаг, который оберегает исторический инструмент от строительной пыли. Реставраторы расчищают лепнину и позолоту. Мы находимся под самым потолком зала Глазунова, где сейчас идут работы по восстановлению исторической росписи. Она закрыта защитными материалами пока, но кое-где можно уловить ее очертания. Вот, например, лицо ангела. Музыковед Валерия Соколова Прямой потомок знаменитого рода Демидовых, которые пожертвовали колоссальную сумму на строительство консерватории. И с тех пор вся семья Валерии связана с музыкой. А дома, по сути, частный музей истории вуза. Вот фотографии прапрабабушки. Ей дают урок знаменитый пианист и соратник самого Рубинштейна Василий Вилуан. А вот костяной вер с автографами великих музыкантов. Я перед собой держу листочек, на котором стоит подпись Юрия Брюшкова. 11 ноября 1929 год. Юрий Брюшков был ректором Санкт-Петербургской консерватории, вернее, Ленинградской уже консерватории. Те, кто учился здесь в разные годы и даже столетия, не боятся перемен в облике исторического здания. Для Валерии Соколовой дух консерватории в принципах подбора педагогов и традициях, которые заложили ее основатели еще 150 лет назад. Известны слова Глазунова, который принимал экзамен у Прокофьева. Он сказал, что мне совершенно не нравится, что вы играете. Это совершенно невозможно. Но это гениально. И, конечно, вы будете здесь учиться. Вот я от всего сердца желаю это оставить в консерватории. Юбилейный концерт в Иринском театре за дирижерским пультом ректорами этого вуза. Звучат произведения великих педагогов и выпускников старейшей российской консерватории. Она станет частью гигантского музыкального кластера Петербурга. А пока замерла под строительными лесами в ожидании больших перемен. Евгения Альфельд, Пульс города.